МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дима Китаев, Иркутск. Дима, я и сам не знал, что такое футбек, а потом поинтересовался и выяснил, что это вид спорта, им увлекается огромное количество людей во всем мире. А знаете, у кого я это узнал? У Ольги Шелест. Пусть она вам тоже это расскажет. В далеком 1972 году Майк Марфл от нечего делать сшил мешочек, положил туда бобы и стал пинать этот самый мячик. К него пришел друг Джон и говорит, что это ты делаешь? Да так, пинаем мешочек, давай пинать вместе, сказал Джон. И они задались целью не уронить этот мешочек на пол как можно дольше. Так началась история футбека. Ребята назвали игру «Хак-де-сак», то есть «Пни-мешок». Она им так понравилась, что парни решили рассказать об игре всему миру и немного подзаработать. Они зарегистрировали продукт и дали ему звучное имя футбек. Так обыкновенная дворовая игра стала отдельным видом спорта. Футбек играет вот таким вот мячиком. Шьют его из искусственной замши, потому что настоящая замша слишком плотная, и мяч придется очень долго разбивать об асфальт. А так он мягкий, вот такой вот кругленький. Обычно он состоит из панелек вот таких вот маленьких. Бывает от двух до 120. Но классический мяч состоит из 32 панелей, как обыкновенный футбольный мяч. Так он кругленький, играть им проще. Интересно, из чего он там состоит. Давайте-ка его растовыряем. Ага, да это же дробь. Обыкновенная охотничья дробь, а не гречневая крупа, как мы все думали. Иногда еще набивают бисером, всякими полимерными наполнителями. Так что такую штучку можно сделать самому и дома. Чем, в общем-то, ребята футбеггеры и промышляют. Со временем футбег раздвется на два основных направления. Нет-гейм, это когда игроки набрасывают друг другу мяч через натянутую сетку. Все равно, что большой теннис, только вместо ракеток ноги. И фристайл, когда спортсмен демонстрирует трюки, показывая мастерство владения мячом. Давайте, ребята, давайте не сачкуем. Так, 10 баллов. 12. Во фристайле игроки выполняют различные трюки. Они состоят из вращения ногами вокруг мяча, задержек на поверхностях ног и ударов. Непрерывно соединяясь, один за другим трюки составляют связки. Фристайл – очень зрелищный спорт, где игрок может бесконечно оттачивать свои невероятные способности. Основная соревновательная дисциплина футбег – фристайл. Рутина – это двухминутное выступление под музыку, где от игрока требуется умение не только делать связки, но и гармонично сочетать их с выбранной музыкой, комбинируя трюки и артистичные элементы. Вот видите, чтобы играть в футбег, нужно обязательно иметь специальные кроссовки. Вот такие вот, например. Когда они шнуруются, сам мысок, чтобы у кроссовки образовывались вот такие крылья, с помощью которых можно будет удерживать, собственно, мячик на мыске. Еще можно использовать поверхность внутренней стопы, называется она «Инсайд». И таким образом играть в эту замечательную игру. Это называется рутина, когда один человек показывает трюки под музыку. Это «Даблс», когда два красивых парня делают трюки синхронно. А это «Биг Уан». Один, но очень сложный трюк. Молодец! Ну, это все профессионалы, друзья. Мы, новички, начинаем вот так. Так, ловим мячик. Еще раз ловим мячик. Оп! Мячик милович. Дим, в общем, учимся. Через пять лет мы покажем им, нас кто мы способны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова